Здравствуйте, меня зовут Савур Буджалов, и сегодня мы поговорим о искусстве. В конце 2019 года пришла радостная новость из США, касающаяся культурной сферы. Сайт Мирбродвея номинировал и удостоил звание лучшим мюзикл 2019 года в Лос-Андельсе, спектакль «Станция Утешения», режиссера из Южной Кореи Димох Юн Джун Кима. Это первый мюзикл, в котором вся труппа азиатского происхождения. В составе мюзикла за все годы были не только актеры корейской национальности, но также филиппинцы, китайцы, японцы, сингапурцы. Тибетец Тянзин Еши играл роль злодея во всех трех постановках мюзикла. В этом списке и единственная калмычка, уроженка нашей республики Анна Каскеева, исполнившая одну из главных ролей, но обо всем по порядку. «Станция Утешения» повествует историю о нелегкой судьбе шестерых корейских девушек в годы Второй мировой войны. Им пообещали работу на сахарном заводе в Токио, но они были отправлены в сексуальное рабство на японскую армейскую базу в Индонезии в 1941 году. Впервые этот мюзикл был поставлен на оффбордвейской сцене в 2015 году с большим успехом, а в 2018 году был повторен встречен на бис. В 2019 году режиссер привез его в Лос-Анджелес и часть трупы из Нью-Йорка. На остальные роли был проведен кастинг, и одной из девушек, которая прошла этот кастинг, была элистинка, ныне проживающая в Лос-Анджелесе, Анна Каскеева. Молодая калмычка с детства мечтала стать актрисой и удачно осуществляет свою мечту. У нее за спиной опыт работ в театре юного зрителя, столице Калмыкии, города Элисты. Ныне объединен с Национальным драматическим театром имени Батра Басангова. Пару лет назад Анна отправилась в Лос-Анджелес, поступила на учебу в Санта-Моника колледж, где учатся студенты со всей планеты. После окончания колледжа Анна участвовала в различных спектаклях, снялась в паре комментарных фильмов и рекламе для Google, Mozilla и нескольких американских компаний. Также написала сценарий, режиссировала, протестировала и снялась в фильме «Узкие коридоры». Как вспоминает Анна, спустя несколько дней после повторного послушивания, ей позвонил режиссер на мобильный телефон и спросил, согласна ли она на эту роль корейской девушке Мал Сун Ли. Как вспоминает Анна, в тот день она чуть не прыгала до потолка, но если быть честным, она понятия не имела, о чем эта роль отличается от остальных. Когда ей прислали сценарий, то прочитав его в тот же день, ища все сцены и диалоги со своей героиней, ее впечатление было такое, что у нее лучшая роль из всех. Ей казалось, что этот мюзикл, наверное, с другими военными спектаклями, фильмами, литературой и так далее, показывает нам, как война влияет на людей, как она открывает в человеке все те качества и способности, которые, скорее всего, остались, будут скрыты в мирное время. И она имеет в виду не только хорошие и добрые человеческие качества, но и отрицательные. Во время войны все законы меняются. Вы только подумайте, что убийство – это нормальное ежедневное занятие. Все хотят выжить, и вот и готовы на все, что угодно ради этой цели. Мал Сун, как зовут по сюжету героиня мюзикла, очень смешная по своей натуре, в отличие от своей более серьезной старшей сестры Нам Сун. Несмотря на то, что они обе бездомные сироты, в оккупированной Японии и Корее, они находят время для смеха, игр и соревнования. Кто из них уловчился украсть больше фруктов? Сестры садятся на корабль вместе с остальными девушками, которые, как они считают, везут их к работе и новым возможностям. Мал Сун, самая младшая из всех девушек, ее всего через след, когда корабль причаливает не в Японию, как было обещано, а на станцию решения, в оккупированную Японией и Индонезию, где им объявлено, что теперь их тела принадлежат императской армии. Как признается Анна, роль Мал Сун – одна из самых трудных ролей, которые ей довелось сыграть. Каждый день на репетициях и потом на сцене она уходила в очень темное место в своем сердце, где насилие – это ежедневный акт, и нет ничего страшнее разлуки с сестрой. Режиссер мюзикла Димо Хюн Джун Ким говорит, что слышал о Калмыкии и знает, где находится наша республика. Однажды он видел карту с отмеченным регионом мира, где на планете популярны корейские дорамы. И был удивлен, что в России есть место, где они очень популярны – это была республика Калмыкия. Этот спектакль также стал первым корейским мюзиклом, который был поставлен в Нью-Йорке на ов-бродвейской сцене в 2015 и 2018 годах. Ов-бродвеем называют группу небольших по размеру театров на окраине Бродвея, где играют всемирно известные спектакли. Ов-бродвей считается воротами к Бродвею. Станция утешения – правильный термин сексуальное рабство, и где женщины и девушки принуждены быть сексуальными рабынями для императорской японской армии до и во время Второй мировой войны. В годы Второй мировой войны азиатским народам также пришлось нелегко. Сталинские депортации калмыков и советских корейцев в СССР, да и сама Корея была захвачена Японией. Обязательно надо продолжать говорить об этом, записывать вспоминания – это поможет нам сохранить историю. А театр – это особенная форма, которая поможет донести и сохранить этот разговор навечно в нынешних зрителях и будущих. Анна – единственная калмычка в моем мюзикле. Она пришла на послушание с такой яркой позитивной энергией, но как только она начала свой драматический монолог, то создала такую тяжелую атмосферу и была просто потрясающая. Ее широкий актерский спектр помог мне создать ее персонаж в спектакле. Анна была великолепна, ее игра помогла зрителям окунуться в атмосферу мюзикла, рассказывает режиссер мюзикла Димо Хьюн Джун Ким. О мюзикле написали Лос-Анджелес Таймс и Еженедель Кила. В 2020 году на калмыцком языке в газете Харен Кюн мне довелось написать о участии нашей землячки в этом мюзикле. К тому же известные американские политологи азиатского происхождения Янг Ким и Майк Хонда, бывшие конкуренты США, пришли посмотреть на данный спектакль в 2019 году. Несмотря на то, что наш народ является малочисленным, среди нас немало талантливых людей в разнообразных сферах, в том числе и в мире искусства, кино и театра. Одна из них восходящая звезда Анны Каскейва. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, надеюсь, вам понравилось видео-версии статей о культуре истории. Желаю в следующем году исполнения всех мечт, всего задуманного и крепкого здоровья. До встречи в новом году. Савр Буджалов. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.